Около пяти часов утра на улице Первомайской воры ограбили закрытый на ночь продуктовый магазин. Из него им удалось похитить тяжелый сейф с наличными и документами. Добыча была почти неподъемной. Преступникам в итоге пришлось перевозить ее на тележки. Сообщники пошли на дело за несколько часов до открытия супермаркета и тщательно все спланировали. Один ждал на улице и следил за обстановкой, второй делал основную работу внутри. Воры взломали жалюзи, часть фасада дома и разбили окно. По какому-то старому креслу, самый дюжий и ловкий из них, поднялся на уровень подоконника и пролез внутрь. Мужчина прятал лицо под капюшоном и медицинской маской. На руках у него были строительные перчатки. С грохотом он ввалился в кабинет и сразу направился к желаемой добыче. Особо не церемонясь, мужчина выволок из-под стола средних размеров металлический сейф. Вор с большим трудом смог поднять 100-килограммовую добычу и, взвалив ее на подоконник, вытолкнул на улицу. Действовать нужно было быстро, поскольку сигнализация в магазине сработала сразу. Воры заранее подготовили для перевозки сейфа тележку. Даже вдвоем долго тащить такой груз они бы не смогли. Сотрудники ЧОПа примчались уже после того, как преступники скрылись. Задержать похитителей по горячим следам полицейским не удалось. Хоть по следу сообщников и пустили полицейскую ищейку. Сотрудники магазина рассказали, что куш воры не сорвали. В сейфе находилось от силы 30 тысяч рублей мелкими купюрами на размен. Однако утрачены важные документы магазина и персонала. Например, копии паспортов и трудовые книжки. Общий же ущерб, который преступники нанесли магазину, превышает 100 тысяч рублей. С места происшествия Мария Дедова и Андрей Алферов.